Три, два, один, поехали! Здравствуйте, читатели и гости библиотеки имени Белинского. Мы продолжаем Библия Ночь 2024 в актовом зале Talk Show с писателем Булатом Хановым, приехавшим к нам из Казания. Здравствуйте, Булат! Здравствуй, Сергей! Здравствуйте, Екатеринбургцы, Сырловцы! Здравствуйте, уральчане! Уральцы, да. Вот в этом году для Белинки, библиотеки имени Белинского, очень важное событие, юбилей, 125 лет. И совершенно невероятно было, когда я готовился к интервью, обнаружить, что вы родились ровно через 180 лет после того человека, в честь которого названа библиотека. Через 180 лет, после неистового Виссариона, 11 июня. Вот в ваших книгах часто встречаются люди с неистовством, с работающим мотором. Вот вы сами неистовый? Я знаю об этой особенности, мне радостно это пересечение с Белинским с университетских времен. Я любил его статьи за именно готовность отстаивать свое убеждение с чахоточным кашлем даже, с кровью. Вот и последовательная демократическая позиция, такая социал-демократическая позиция. Я не могу сказать, что я даже в четверть такой же неистовый, как Белинский, но часто ловлю себя на мысль, что когда многие могли бы пройти мимо и не отреагировать, я реагирую иногда к пользе дела, иногда не к пользе, ни для дела, ни для себя. Ну вот вернемся вообще в пространство, в котором мы собрались. В различных интервью вы подчеркиваете, что пишете в жанре драмы с элементами фантастических допущений. И вот когда я читал ваши книги, я вспоминал то любимого Йена Бэнкса, то Филиппа Дика, и мне пришло в голову, что в книге Филиппа Кинрида Дика «Время назад» библиотеки, было такое допущение, стали контролирующей тоталитарной организацией общества. Вот если в вашем стиле допускать какие-то маленькие фантастические элементы в реальность, кем бы могли в ваших книгах стать современные русские библиотеки? Библиотеки. Наверное, пристанище, такие для клуба по интересам, где люди разных возрастов, разных взглядов обсуждают какие-то книги, которые можно встретить только в библиотеке, которые не оцифрованы. Я знаю много книг, которые не оцифрованы. Книги, например, советской поры, так, секунду, если отречусь. Много издавалась литература, например, стран и советского лагеря, и стран Советского Союза, там, литовская литература, латвийская литература, эстонская литература, грузинская. Скажу, многие стихи межлайтиса крупного поэта не оцифрованы. И вот библиотеки – это где люди собираются клубами и хранят то неоцифрованное знание, которое уже недоступно большинству людей, которые забыли о библиотеках. Получается, это вот такие конклавы сопротивления интернету? Клубы по интересам, литературные кружки, они идут параллельно. Они не сопротивляются, потому что как этому можно сопротивляться? Они живут другой жизнью. Такое внесистемное существование, но в то же время люди абсолютно встроены в систему. Ну вот этот год посвящен году семьи. И вообще вот «Библия ночь» называется наш, фамильный альянс. И когда я смотрел ваши книги, у вас всегда одно из характеристик персонажа, определяющий его характер, вообще вот поведенческие какие-то решения, это были отношения в семье. И вот сразу продолжим вот эту тему неистовства. Неистовство, оно воспитывается? Оно как-то регулируется семьей? Или на самом деле это чисто врожденное чувство? Я за детерминацию. Используем это слово, конечно, уже в позднее время. Но обусловленность, да, семья влияет. Семья влияет, но не только семья. Школа, круг друзей во дворе, все влияет. Цифровая сеть влияет. Но семья, да, какие-то члены семьи больше, какие-то меньше. У кого-то есть воспоминания о бабушке, которая определяет образ. Я вот на днях смотрел передачу про Эми Вайнхаус, известная исполнительница, автор лучшего пока альбома 21 века, по мнению многих изданий, Back to Black. У нее один, собственно, альбом. И вот она вот, эту раскованность, эти яркие цвета, сопротивление взяла от своей бабушки, которая была строгая. Вот, казалось бы, определять должен судьбу либо отец, либо мать, но вот так вот бывает. Ну, у меня вот характер определила прабабушка. То есть это вот в какой семье как сложится, да. Да, то есть это не решающее обстоятельство, но семья влияет, ну, банально скажу. Ну, вот если мы упомянули помимо семьи среду педагогическую, вы работали педагогом и рассказывали в интервью, что вас печалило, что вы видели детей в 13-15 лет с уже выключенными или сломанными вот такими моторами по жизни, что им скучно, им неинтересно жить. Вы сами надеялись их отремонтировать или понимали, что вот в качестве педагога уже мало что можете отконтролировать? Ну, это была бы слишком, наверное, такая мессианская задача, да. Вот человек, его нужно там запустить мотор. Может быть, я не вижу, может быть, у него мотор запущен, а он не показывает это. Никто не знает. Поэтому моя задача как педагога заинтересовать своим предметом, показать, что литература это не то, что осталось во времена аристократов, во времена карет, балов и так далее, а то, что это были мыслящие люди, которые шли против своей среды, которые могли, например, не публиковаться там десятилетиями, как Лесков, и все равно оставаться верными себе в этом смысле не как крылевая модель, но как одна из возможностей прожить эту жизнь на примере самих писателей и их персонажей. То есть это скорее расширяет представление о жизни, расширяет представление о слое. Бывают случаи, да, бывают случаи, когда, например, такие дети, казалось бы, такие раздолбайские, начинают интересоваться поэзией там Серебряного века. Также, скажем, хороший способ заинтересовать людей, детей Серебряным веком, вообще лирикой, это рассказывать биографии авторов Есенина, Маяковского, Блока, про бродячую собаку, кафе, подвал. Все интересно, и видно, что это не какие-то люди вот там вот висят на портретах с вымученными выражениями лиц, а вполне себе метущиеся души. Ну вот писательское ремесло, оно является продолжением педагогики? Проза, стихи могут что-то менять? Или это не связанные вещи совершенно? Они могут заразить, заразить, но ненадолго импульс. То есть, скажем так, они дают импульс, который может быть подхвачен, а может быть не подхвачен. Бывает так, ну, часто мы знаем, да, посмотрел кто-то документальный фильм или прочитал книгу, и все, говорит, я буду завтра жить по-другому. Потом завтра, говорит, потом еще. А потом уже это впечатление выветривается, если его не подкреплять, вот этот импульс. Поэтому книги, если меняют, то больше, наверное, самого автора, чем читателя. Ну вот тоже уральский поэт Виталий Легович Кальпидия всегда проговаривал, что стихи пишут для того, чтобы изменить себя, а читателю просто прилетает эхом, так, по случайности. Читатель тоже может какой-то импульс ощутить, но, повторюсь, насколько он будет долговечен и прочен, зависит от других обстоятельств в жизни. Я повторюсь, знаю, очень много документальных фильмов, такие мощные документальные фильмы, человек смотрит, думает, все, я завтра буду жить по-другому, и проходит один день, другой день, третий день. Он начинает жить по-другому, а ничего вокруг не меняется, и он думает, ну, зачем тогда меняться. И с книгами эффект такой же, недолгоиграющий, мне кажется. Ну, в таком случае читатель приходит к прозе для чего? Для развлечения или есть еще какие-то задачи? Развлечение, напряжение, наслаждение. Ты есть, опять, слишком поздно, наверное, уже сейчас упоминаю. Мне нравится психоаналитическая концепция. Фрейд Лакан, Лакан говорит, что человек это все, наслаждение, он требует наслаждения. Наслаждение не как удовольствие, спокойствие, а наслаждение как напряжение. И книги способны дать то напряжение, то вот высоковольтную энергию, которая нет в YouTube-видео, в TikTok-видео, которая нет в музыке, которая имеет разные формы, книги имеют особую форму. Я не к тому, что книги лучше, чем YouTube, я не буду заниматься такими снобистскими высказываниями, но там разные виды энергии. И человек обращается к книгам, чтобы вот этот сгусток энергии получить, напряжение. Вот, мне кажется, это основное. А там уже комплексная. И мысли поспорить с автором, например, я люблю провоцировать читателей, в центр, например, ставить персонажа, которые убедительно, насколько я могу, прорисованы, но при этом не является отражением моей собственной биографии. Читатели ведутся и хотят спорить. Там со мной пишут сообщения в социальной сети, почему ты так думаешь, а почему ты так высказываешься. То есть они примеряют читателей на меня. И это ведь способ для читателей тоже задуматься, сопоставить свою жизненную позицию с кем-то активным и несовершенным. Ну вот, по жанру вы проговаривали, что прежде всего ваши книги – это драмы. А в драме очень много экономики, очень много быта, очень много каких-то мелочей, из-за которых, вот как раз в чем и происходит драматический сюжет, в общем-то, хороший, яркий человек начинает увязать в какой-то трясине. И вот интересно, ваши читатели видят громадность событий, в которых они участвуют? Или эти события вы открываете только читателям, а герои видят только вот эти дрязги и мелочи? Как вам кажется? Хороший вопрос, хороший вопрос. Что в Российской империи, что в Советском Союзе, что в современной России очень тяжелые отношения с бытом всегда. и у авторов, и у читателей, как-то вот какой-то быт. И читатели обращают на него внимание, авторы на нем фокусируют внимание. И вот выбраться из-под этой громады бытовых мелочей, деталей, заплатить за ипотеку, внести ипотечный платеж, там бумаги все собрать, не знаю, подкрутить ручку от буфета, который отваливается, еще что-то, и каждый день много-много таких мелочей. Я стараюсь делать таких персонажей, которые все-таки выглядывают из-под груда этих бытовых деталей, выглядывают вот так вот, и пытаются выкарабкаться, и посмотреть, что там еще. Многих не хватает на это, но кто-то и прорывает сквозь эту бытовую рутину. А вот, кстати, раз мы вернулись к ней, пришли к книгам, на ролике в Ютубе, отвечая на вопросы, по-моему, книжного Блица, вы упомянули книгу Чарльза Матьюрина «Мыльмотский талец». У меня она тоже стоит прямо вот в шкафу на видном месте, и вы говорили, что эту книгу редко вспоминают, а из нее выросли Оскар Уальд, Шагреневая кожа Бальзака, Мастера и Маргарита Булгакова. И вот по вашей улыбке в кадре возникло ощущение, что вы сейчас добавите и я, или нет? Нет, нет, я так не думал. Это скорее улыбка была к тому, что я знаю, откуда они выросли, а многим читателям только предстоит открыть этого автора для себя, и я предвкушаю ту радость, которую они испытают, если откроют. То есть это действительно грандиозное произведение, немногие возьмутся за такой талмуд, страниц там 800-900. Есть советские издания, хорошие, академические, потом ее книгу редко переиздавали, но найти не проблема у викиниста. Но оттуда произошло произведение, меньше, чем «Приключения Гиклибери и Фина». В таком случае, какая книга наиболее сильно повлияла на вас как писателя? Определила стиль, вообще желание писать? По-разному бывает так, что какие-то авторы врываются в жизни, потом они сильно мешают, потому что чувствуешь, что ты начинаешь подражать невольно, при том какие-то элементы брать без осмысления. Фолкнер, «Шум и ярость», вообще американская фроза 20 века, Стейнбек, тот же Франзен, он больше 21 век. Из российских писателей, кто вызывает безмерное уважение, кто откладывается в памяти, но которым совершенно нельзя подражать, это Андрей Платонов, Варлам Шаламов, но их стиль нельзя повторить, их стиль нельзя воспроизвести, скорее они показывают, что можно и вот так вот, можно и так, и они вселяют в автора, но с одной стороны чувство автора, что ему еще очень далеко до чего-то приемлемо, а с другой стороны, что можно и так вселяют в автора смелость, раз они так писали, раз они находили вот такие ходы, скептики, которые говорят, что в литературе уже все давно-давно создано, ну наверняка каждый из вас встречался с таким мнением, что все уже написано, все ходы, уже все приемы использованы по много раз и ничего нового нет, может быть кто-то из вас частично это мнение разделяет, но вот столкновения с авторами, которые изобретают что-то новое, по-настоящему новое, показывают, что возможности литературы не исчерпаны далеко. Когда я смотрел рецензии на ваши книги, очень удивлялся, что вас сравнивают то с Грибоедовым, то с Набоковым, чего вообще не видел и не понимал. Мне показалось, что у вас возможен такой внутренний, может быть диалог, какая-то связь с литературой конца 19 века русской, Салтыковым, Щедриным, еще с кем-то. Вот эти авторы как-то где-то отразились? Салтыков, Щедрин, я все хочу перечитать его историю одного города, она тяжелым слогом написана, но я чувствую, меня ждет, но много открытий, которые я пропустил 12-13 лет назад читает текст впервые. Кто еще? Да, если взять автора в той поры, Толстой поздний мне импонирует, Глыба, Чернышевский, но это уже не конец 19 века, а вторая половина. А Решетникова и Екатеринбург совы упоминания? Да, Решетникова ценю высоко. Вообще литература вот такая, которая выполнена в манере критического реализма, которую сейчас филологи называют там литературой второго ряда, Слепцов, Решетников, Мамин-Сибиряк, Глеб Успенский, да, конечно. Многие произведения проскакивают в голове, и очерки, и нравы растеряевые улицы. То есть это та литература, которая мне сейчас интереснее, чем, скажем, перечитывание Анны Карениной, при том, что вот эти вот рейтинги всевозможные, где Анна Каренина внесена в списки лучших романов всех времен, я не воспринимаю как нечто там выдуманное. Да, совершенный роман, но мне интересна именно та критическая, линия критического реализма второй половины 19 века. Ну вот даже если мы вернемся к Анне Карениной, мне кажется, что это вообще один из главных непрочитанных романов, потому что фигура Анны Карениной там вообще неинтересна. Это роман о ее муже. О Левине. О ее муже прежде всего. Но, впрочем, каждый ее читает по-своему. Или о ребенке. Для меня это история вообще Левина. Левина. Хотя, да, это вторая линия, она пересекается, по-моему, один раз только не пересекаются. Да, да, я безусловно отдаю дань уважения Толстому, но мне вот интересно перечитывать его позднее произведение, позднее, начиная с исповеди и заканчивая там Алеша Горшок и другие тексты 20 века. Тексты времен русско-японской войны острые и свежо очень звучат сегодня. Ну, уйдем от такой чисто книжной темы в смежные вещи. Я хотел поговорить о музыке в ваших книгах. Музыка, когда она входит в текст книги, это саундтрек сюжета или характеристика конкретного персонажа? Ну, вот как в случае с подругой Ирины, в развлечениях для птиц с подрезанными крыльями? Я провалился в эту общажную атмосферу, когда начались упоминания группы Свердловской Ла и Оли. Прямо все вот. Я тут же включил эти треки и дальше начал читать прямо вот не выключая музыки. Или это на самом деле просто вот жест, дар благодарности любимым группам, упомянуть их, вплести в сюжет. То есть музыка это характеристика или благодарность в книге? Я стараюсь совмещать и то и другое. Если мне хочется выразить благодарность, но это в сюжет не вписывается, то я пренебрегу этой возможностью. Ала и Оли вполне могли слушать студенты. Это конец десятых годов, вторая половина десятых годов. И группа такая действительно свежестуденческая. Не буду же они группу Тул слушать. Правильно. Стараюсь совмещать. Я не использую вещи, только если они одну функцию несут. В сюжете для меня важно, чтобы элемент, деталь выполнял две функции. И эстетическую, и функциональную для сюжета, для раскрытия персонажа, чтобы играла. А вот сами что больше всего любите из музыки? Широкий диапазон, широкий диапазон. Наверное, если вы помните, кто-то может еще и не застал, радио максимум 90-х, 20-х годов, вот такая западная, условно в кавычках, рок-музыка, потому что под рок-музыкой много что понимается. Вот это саундтрек моих нулевых и десятых годов. Сейчас могу слушать разную музыку, главное, чтобы она была сложная, чтобы можно было слушаться, переслушать. Хотя интересно разбирать с филологической точки зрения, с филологической точки зрения, с социологической. Самые разные треки, можно включить топ-10 песен, условно там инстасамка за деньги, да, и видно, как там сделано, хорошо, сопоставлять, например, с эпохой, что отличает от моей эпохи, могла ли эта песня появиться в середину нулевых годов, когда я учился в школе. Потом я вспоминаю, какие там песни были, и пытаюсь сделать на этом, скажем, сопоставителем анализа, какой-то срез, да, что интересовало меня, что интересует современных слушателей, вот с этими пересечениями, что я там помню, фабрика звезд, шоколадный заяц, какие-то вот такого рода песни там были. Вот сейчас они, я не знаю, сыграют, не сыграют, скорее всего, не сыграют, а здесь уже такой конкретный месседж, что я получаю деньги, это не стыдно, за что угодно деньги получать. То есть вот реалии капиталистической экономики, то есть это видно, как вызревает русский, российский империализм, да, как он получает свои грани, свое материальное воплощение в таких песнях. То есть получается, музыка это всегда маркер времени, в котором она написана. Да, и особенно, особенно поп-музыка. Поп-музыка, даже если она не высказывается напрямую в актуальных каких-то событиях, она гораздо более в этом плане полезна, по ней легче понять, что происходит в обществе, чем по сложной музыке, потому что рок-музыканты или музыканты такого сложного толка, индивидуалисты, они могут писать о чем-то, что волнует глубоко их, и это может не пересекаться с переживаниями других людей. А вот поп-музыка, она отражает вот эти реалии. Вот, если мы пошли о музыкальных, поэтических текстах говорить, то вот я встречал в упоминаниях, что вы очень любите поэзию Владимира Маяковского, говорили, что любите книги Георгия Иванова, французскую поэзию отмечали, а вот из современной русской поэзии кого-то вообще выделяете для себя, или это идет таким фоном? Нет, Георгия Иванова, нет, я одно нас что упоминали. Тогда, да, в свое время, в молодости он меня глубоко захватил, но вот отдельные его стихи, когда в 47-48 году он буквально призывает сбросить ядерную бомбу на Советский Союз, вот я апологет, наверное, в этом плане Советского Союза, нежели там современные системы, я не то за позицию, да, за гражданскую, я вижу, насколько прямолинейно это сделано. И это решает эти стихи, право быть стихами, да? Не решает право быть стихами, но это намного хуже, чем та тонкая, философская, любовная лирика Иванова, что есть. То есть он придает свой талант, когда писал такой. Если бы у него все такие были стихотворения, тогда вопросов нет, но другое дело, что он более тонкий лирик, он может работать по-другому, вот. Из современных поэтов я высоко ценю, насколько современный Олег Чихонцев, Олег Чихонцев, много из него хорошего, можно прочесть, но можно открыть журнальный зал и все, что там есть от Олега Чихонцева читать. Вот. Высоко ценю, хотя не все, раннюю поэзию Галины Рымбу, вот, до того, как вот ее квирная позиция стала избыточно провокативной, избыточно провокативной и стала сугубо политическим жестом. Люблю поэзию Ирины Ермаковой за ее оптимизм, да, вот, видно, что человек очень умный и вот умеет не наивное письмо использовать, но вот искренне и трогательно интонации, которые там есть. Чтобы достичь этой интонации, я не знаю, сколько лет нужно работать поэту, может быть, у нее это естественным образом получается. Вот так. А так я люблю периодически открывать журнальный зал и читать стихи, которые публикуются в толстых журналах самых разных, от Знамени до Урала. Ну, прошу прощения, что все время ссылаюсь на какие-то кусочки реплик из других интервью, просто так вот сложилось, долго готовился к этой встрече, размышлял, искал, и хотелось просто прояснить какие-то вещи, которые вот осели в памяти. Однажды вы сказали, что чаще всего вы собираете книги просто из жизни. Там услышали, там услышали, собрали, докрутили, добавили фантастический элемент. И в большинстве случаев это все-таки именно собранные книги или есть диалоги с другими книгами, есть переговоры с литературой, какие-то разговоры с другими авторами. Одна книга как ответ на чью-то иную книгу. Как ответ, наверное, нет. Если бы я писал стихи, скорее всего, у меня было больше таких текстов, писать роман как диалог. Наверное, диалог с своими сверстниками, другими авторами, с которыми я познакомился на форуме молодых писателей в Липках, такой культурный, скажем так, диалог самых разных убеждений, эстетических ценностей люди. С кем вести диалог? Не будешь же вести диалог с толстым. Правильно. Это на какой уровень себя нужно возвысить и как фальшиво это будет звучать. Обычный диалог ведут с кем-то таким конкретным, при том, никто за пределами твоего узкого круга даже не поймет, что это диалог с кем-то. А так, конечно, отталкиваться нужно от чьей-то позиции, предлагать что-то свое. Вот персонажа, этого персонажа он сделает так, я делаю вот так. Давайте вот разорвем узкий круг, обратимся в зал. Здесь есть люди, которые вас читали, есть люди, которые видят вас впервые, вообще слышат ваше имя впервые. Вот пять основных книг, о которых сейчас говорят. Я вот называю книгу буквально в два предложения. почему вы считаете ее надо прочитать? Если я смогу ответить, да, потому что... Ваши книги. А, я в ваших книгах. Ну, например, начинаем вот «Гнев». Почему надо прочитать «Гнев»? Это провокация, эта книга провокативная и она позволяет читателю, столкнувшись с персонажем, который является неприятным, намеренно неприятным, посмотреть, насколько он способен так высоко его осудить, а насколько просто ввести с ним диалог. Ну, чтобы понимали, эту книгу профессор Казанского университета, Жорфаку, уважаемый деятель, сравнил с фильмом «Зеленый слоник», дыне запрещенным. Он-то подумал, что ругает, а для меня большой комплимент был, потому что «Зеленый слоник» это культовый фильм, который, конечно, не буквально надо воспринимать, а через метафоры. «Непостоянные величины». Я не особо сейчас ценю этот роман, но он самый популярный из всех, что у меня издано, это текст о русской школе, обычной общеобразовательной школе начала десятых годов. Вот реалии, которые там отражены, интересно сопоставить с тем, что происходит сейчас, насколько все изменилось, спойлер, почти ничего. Развлечения для птиц с подрезанными крыльями. Книга легкая, фантасмагорическая, притом, что там нет прямой фантастики, и книга, где сталкиваются разные позиции, и книга, в которой запечатлена та еще эпоха, по которой многие тоскуют, скучают, доковидная эпоха, когда все было проще, и казалось, что солнце светит не только летом, а круглый год. Ибупрофен. Если у вас не хватает времени на чтение крупной формы, это сборник рассказов в разной совершенно манере, с разными темами, с разными сюжетами. Книга такая красная, наверное, по посылу, такой коммунистический панк времен как раз уже ковида. Да. Ну и книга, о которой больше всего сейчас говорят, аптечка номер 4. Книга отражает переживания многих людей, которые есть сейчас, и ставит вопросы, перед которыми мы стоим, как бы мы себя повели. Это когда я говорил о героях, которые могут быть неприятны читателю, могут быть чем-то непонятны, я говорил не только о гневе, но и об этой книге. Там есть одно фантастическое допущение, действия происходят в России, не очень удаленного будущего, фантастическое допущение восстановления смертной казни, отмена моратория на смертную казнь, и книга драйвовая, книга быстрая, книга, которая читается за вечер, за два, книга, написанная в жанре автостопа, роудстори, если вы любите динамичную литературу, при этом литературу, которая тревожит, которая ставит перед вопросами, то можете открыть ее, но заранее могу анонсировать, что я привез ее с собой, если у кого-то возникнет желание после встречи приобрести, обращайтесь ко мне, да, будет автограф сессия, и можно взять книгу автора напрямую, да, ну вот мы упомянули автостоп, вы пишете об автостопе, вы путешествуете автостопом, и прежде всего я понимаю, что вы не просто наматываете километры, вы очень серьезно это все анализируете, любите, давайте так, три нет, которые ни в коем случае нельзя делать, выходя в автостоп, и три да, которые обязательно надо делать, занимаясь автостопом, три нет, три нет, девушка, которая не ездила автостопом, не должна ехать одна, да, первое нет, второе нет, вы не должны рассчитывать, что к определенному часу доберетесь до той точки, которая нужна, и третье, это не срываться, не истерить, если машина не ловится в течение часа, двух просто идти по дороге нужно и периодически выставлять палец, три да, три да, что нужно делать, брать обувь на разные случаи жизни, если вы не опытный автостопчик, брать с собой деньги, не рассчитывать, что вы сможете, как Антон Кротов, выступавший на днях в Екатеринбурге, проживете на доллар в день или на два доллара в день, но такая условная мера, не знаю, там, ладно, не на доллар, на 200 рублей в день, вот, и третье, да, третье, да, обязательно проверьте спальник и палатку, прежде чем отправляться в автостоп, вы можете купить, видеть даже ее на витрине, потом на месте не сможете ее разобрать, например, или она кажется тесной, неудобной. Ну вот раз мы упомянули Антона Кротова, после его рассказов, он очень так активно это рассказывает, ты понимаешь, как двигаться по дороге, но ощущение, что кроме дороги ничего нет у Антона Кротова, а вот для вас, какие самые фантастические, одно или хотя бы два, может быть, три места вот вне дороги, которые вы посетили именно благодаря автостопу, что это такие места, куда вот на самолете или поезде не попадешь, а благодаря автостопу попали? Нет, нет, я не настолько опытный путешественник, я могу сказать два места, где я был и куда не попасть поездом, но можно попасть самолетом, это Норильск, Арктика, место фантастическое, и это Трехгорный на Урале в Челябинской области, закрытый город, где разрабатывают и производят ядерное оружие. А так автостопом, ну можно, я слышал много маршрутов, поездить можно по Архангельской глубинке, по поморским деревням, и это один из тех маршрутов, которые именно рекомендуют, он относительно безопасен и привлекателен с точки зрения столкновения с той Россией, которая там наверное еще с 19 века не менялась с толком. Ну вот о таких исторических моментах, вот коммунистические идеи в ваших книгах, они почти всегда становятся маркером положительных перемен внутри романа, а вот являются ли они в реальности положительным маркером, или далеко нет? Ну я часто симпатизирую тем, кто является коммунистом, но на всякий случай я нынешнюю КПРФ не считаю коммунистической партией, вот это уже не партией, капиталистической партией Российской Федерации. В реальности это та утопия, которая всем необходима, это тот образ утопии, но я выскажусь, опять же это спорное для многих утверждение, без которого просто человечество обречено, обречено на войну всех со всеми, то что мы видим, то что сейчас разворачивается, это примерно похоже на то, что было накануне Первой мировой войны, и без идеи, что вот возможно интернациональное братство, что возможно общество равенства, не уравниловки, а именно равенства, где человек получает достойную плату за свой труд, где есть время для того, чтобы досуг свой организовать, я такую вещь скажу, что многие достижения Октябрьской революции утрачены, и одно из самых важных достижений это 8-часовой рабочий день. Современный человек, многие из вас это понимают, работает больше, чем 8 часов в день, если это преподаватель, он остается на репетиторство, если это человек в другой сфере, то часто начальник может выдернуть выходной, и у них же есть свои книги, свои методички, как именно делать так, чтобы работники выходили на работу, у них целые тренинги проводятся, они же очень хорошо в этом разбираются, и если у нас не будет той идеологии, той идеи того стремления к будущему, где человек будет работать меньше и меньше, а будет заменяться машинным трудом, то все придет тому, что мы будем работать по 10, по 12, по 14 часов в день и работать без удовольствия. Вот это страстное будущее, которое нас ждет, если не будет ничего альтернативной системе капиталистической предложено. Но шанс на это есть? Шанс есть, да, нужно объединяться, такая демократия низовая, то есть для меня это неотделимо от низовой демократии не парламентской демократии, а демократии, ну когда люди объединяются, да условно вот в Орске, в Оренбургской области, то что мы видели, когда при бездействии местных властей жители собрались и соорудили дамбу, чтобы их не смыло, это же тоже пример такой коммунистической, анархической организации, на низовом уровне это часто проявляется, вот как в пределах всего общества, как это сделать, но это не насадить, это точно не насадить, это не сделать казарменным методом, но другое дело, что вот, то есть это только воспитать, очень сложно, да, как это делать, то есть должен быть запрос снизу и активность, которая не позволит партии захватить власть и установить партийную диктатуру под видом коммунистической. Хорошо, вернемся к книгам, вот финал книги, он создается автором или читателем, то есть писатель должен довести читателя до конкретной мысли или писатель просто предоставляет вопрос читателю, на который трудно сразу найти ответ и каждый читатель финал делает свой. В зависимости от задач книги, если вспомнить того же Мельмота-Скитальца, видно, как вот он устает, Мельмот, потому что он так и не смог ни одну душу заполучить к себе и вот он уходит, да, это мысль, но читатель, если он внимательно читал, он поймет легко мысль, да, бывают книги, где финал такой на тоненького, условно говоря, у Диккенса мне вспоминается, как у него книга называется, Хоупс ожидания, но Большие надежды нет? Большие надежды, да, большие, great expectations, вот, где герой встречается с возлюбленной своей юности и в конце они оказываются вместе и он уже по-другому к ней относится, он в то же время любит, как будто они рядом и, скорее всего, они разойдутся, но это не окончательно ясно, то есть возможность читателя стать со-творцом, это, я думаю, что автор, если он не жадный, он должен позволить читателю, это тоже, в этом тоже проявляется некая демократичность, да, ты додумай, ты сам реши, но не так, что я на тебя все спихиваю, сам реши, это безответственность, автор направляет, многое делает, но точку финальную ставит читатель. Ну, тоже не будем жадными, я передам микрофон в зал, вдруг у кого-то есть желание что-то спросить у Булата. Давай. Как вообще устроен ваш рабочий день? Ну, как вы пишете книги? Это какое-то погружение или у вас четкий график? Сейчас мой рабочий день устроен страшный, я писал аптечку, в прошлом году мне хватило сил, я преподавал в частной школе, и сейчас я преподаю, в 6 часов встаешь, идешь на работу, до 16.30 там, потом еще репетиторство, одно-два репетиторство, приезжаешь домой, делаешь себе один-два коктейля, выпиваешь и пишешь 300-400 слов в день. Если ты очень устал, понимаешь, что ты не выдашь 400 слов, которые будут хороши, редактируешь то, что делал до этого. А да, начинается, конечно, с редактуры, ты читаешь предыдущие 5-10 страниц, снова входишь в ритм, в ту интонацию, но надолго так не хватит работать, вот на это повесть так издавалась, а если на фрилансе работать, то нужно каждый день выделять 4-5 часов и скрупулезно, внимательно, детально, бережно делать, потом писать, потом редактировать, еще раз редактировать, отдавать друзьям на прочтение, редактору. Только так. Многие писатели говорят про страх белого листа, кажется, так называется. Было ли у вас такое, если да, как вы с этим боретесь? Страх белого листа, ты просто это удалишь, но если на компьютер работать, если на бумаге, тяжелее, конечно, вот поэтому я предпочитаю работать на компьютере, там писать отдельные случайные фразы и вокруг них организовывать, находить вот тот язык, тот ритм, темп повествования и потом его не отпускать. Такого, чтобы я сидел час перед пустым листом никогда не было. Но я многие, да, знаю, что сталкиваются с этим, но, видимо, я так боюсь этого белого листа, что начинаю его заполнять. Антистрах. Да. Меня очень удивила ваша характеристика произведения «Гнев». Я не согласна с ней. На мой взгляд, книга очень психологична и хорошо передает такое переживание людей, как пустота, экзистенциальный вакуум, как это называл Виктор Франкл. И вот в связи с этим вопрос о том, как вы вот эти вот смыслы какие-то улавливаете, которыми потом наделяете своего персонажа, что он становится живым, то есть видна вот эта психология его, все его переживания очень хорошо считываются и прямо держат в таком напряжении. И я бы сказала, вызывают скорее сочувствие, чем вот какое-то негативное отношение к нему. Спасибо. У меня такая особенность, что когда я, например, в момент спора с кем-то, я часто выключаю эмпатию и отказываюсь стать на место оппонента. В результате мы можем поругаться, хлопнуть дверьми. А задним умом у меня эта эмпатия просыпается и я могу тоже посочувствовать кому-то, посопереживать, понять внутреннюю логику переживания персонажей. На тот момент такой персонаж мне был интересен. На тот момент, при том, что я никогда не преподавал в университете, у меня нет этого опыта и семейной жизни у меня тогда не было и тем более такой не семейной жизни. Скорее мне было интересно выстроить. Это скорее, как выразилась Валерия Пустовая в вступительной статье личная антиутопия. Как не хотел бы, чтобы было с тобой додумать это, докрутить. Интересно вжиться другого человека, сопереживать ему, испытывать общность. Разные авторы по-разному этого достигают. Мы знаем, что Тургенев при работе над образом Базарова целый месяц, а то и больше, ввел дневник от имени Базарова, чтобы понять его, прежде чем приступить к роману. Я до такого не доходил, но всегда стараюсь на другую позицию встать. Часто постфактум. Еще есть вопросы? Или я вернусь туда? Ну вот в упомянутом книжном блице как-то вы сказали, что хотели бы написать книгу, которую будет передавать тайна из-под полы, чтение, которое может преследоваться по закону. А вдруг эта книга уже написана и передается? Не называйте ее. Просто скажите, есть она или нет? Нет, но, скажем так, одна из книг, которая написана, она может стать таковой, потому что, к сожалению, в России уровень цензуры такой, что она работает на упреждение, даже когда кто-то ставит вопрос, это уже трактуется как крамола. Не будем говорить, которая. Да, не будем называть эту книгу. Вот. Ну, еще, значит, на большинство вопросов, которые хотел задать, вы уже развивая идею ответили, тогда вот такой завершающий вопрос. Неистовому человеку живется лучше, чем спокойному? Есть ли ценность в неистовстве? Неистовстве, в таком невротизме? Ну, я не знаю, наверное, плюс в том, что неистовый не будет жалеть о том, что он чего-то не сделал, скорее он будет жалеть о том, что сделал много чего не так. Но его вот это вот жизненный износ, собственно, эмоциональный, поэтому я не могу назвать себя неистовым, я не живу на износ. Но они привлекают других. И если бы не было вот таких вот неистовых, если бы не было тех, кто готовы страстно заблуждаться, как Лев Толстой говорил, что оставьте мне пространство для заблуждения, то есть он не говорил, что я гуру, я все знаю, я признавал заблуждения много, но вот именно такие и дают импульс цивилизации к развитию, цивилизации к развитию, дают они некую пищу для размышлений. Мы много знаем примеров, в школе привозят, например, Джордана Бруно, неистовство, хотя если мы объективно посмотрим на его наследие, это животный антисемитизм, прям вот на таком зоологическом уровне антисемитизм, мракобесие, верованные миры, но в то же время он ведь заразил кого-то интересом к космосу, и это не значит, что он передал будущим поколениям из тех, кто изучает космос и все свои недостатки. Вот лучшие стороны вот этих неистовых они передаются дальше, ну как в Чацке, это тоже такая тема русской литературы, Чацке, у него тоже много недостатков, но статью Миллиан Терзаний Гончаров пишет все-таки о Чацкому не о молчалине. Огромное спасибо за этот разговор, точно из зала еще не будет больше реплик, тогда я думаю можно объявить автограф сессию, все желающие могут подойти и приобрести у вас новую книгу аптечка номер 4. Спасибо вам, да, спасибо, что я выступил и прямо перед Сальниковым это большая честь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.